Всем привет, дорогие друзья! Сегодня, как вы видите, мы с вами идем в Манго. Давно мы не были в магазине Манго. И на витрине все бордовое. Тренды, тренды, как всегда. Все в трендах. 40% скидка на весь магазин. Написано на входе. Это, конечно, очень приятно. Но я хочу сказать, что это видео я снимала пару недель назад. Может быть, две с половиной недели. Я не знаю, если до сих пор существует эта скидка. Но, по-любому, мы с вами неумолимо движемся к Черной Пятнице, к Блэк Фрайде. Поэтому, я думаю, что на Блэк Фрайде тоже что-то будет. Даже если вот эта скидка не будет, то будет что-то другое. Давайте начнем рассматривать в магазине, что у нас есть. Симпатичные, довольно приятные, недешевые сумочки из настоящего меха. С 200 долларов стоит вот такая вот маленькая. Ну, в принципе, это как бы кожаная сумка. Вернее, меховая, но натуральная. Не искусственные материалы, а натуральные материалы. И вот такая под корову большая-большая сумка стоила. Сейчас посмотрим, сколько. Я не уверена, что я разгляжу сейчас на озвучке. Но я, по-моему, долларов 300 с чем-то. 380. 330, вот. Видно. Да, дорого, но с 40% скидкой, может быть, не так уж и плохо. Много пальто подобных. Вот есть бордовое пальто. Я его взяла в примерочную. 300 с чем-то оно тоже стоит. Я вам покажу подробнее в примерочной. Я его примеряла. Я вам покажу его цену, состав. Этот костюм я тоже взяла с собой примерять. Он, ну, там написано шерсть-шерсть. На самом деле шерсти не так уж и много, но есть какой-то процент шерсти. 180 долларов, по-моему, жакет. И к нему вот такие же брюки. Такой же расцветки. Опять же, все бордового цвета. Ну, вот это бордово-коричневое искусственной кожи безумие сейчас во всех магазинах. Вот херчайший представитель. Вот этот сарафан, который я тоже взяла в примерочную. Из искусственной кожи, симпатичной такой лаковой кожицы. Коричнево-бордовый. Я бы не сказала, что он прям коричневый или бордовый, но вот такого смешанного двухтрендового цвета. Значит, много пальто из шерсти. По-моему, там 65-75-80% шерсти. Там, по-моему, было написано, что это что-то ручное, ручное, сшито руками или что-то такое, ручная работа. Ну, в принципе, как еще может быть? И все вещи считают руками. На машинах, по-моему, пока еще, ну, то есть с помощью машин, но не сидели же они руками, иголкой стягали вот это вот пальто. Я не знаю. Ну, так они написали. Вот это платье очень симпатичное под змею. Мне понравилось. Я хотела его взять в примерочную, но не взяла. Потом вам покажу, почему. В конце я все-таки подошла. Прежде чем брать его в примерочную, я его рассмотрела как следует. И покажу вам, почему я его не взяла. Ничего такого, просто фасон, который я не стану его носить, поэтому я не взяла его с собой. Еще одна бордовая шуба чебураха. Тренд вообще, супертренд. И бордовая, и лохматая такая чебурашка. В общем, кожа шанель, шанель кожа. Вот этот свитерок я взяла тоже в примерочную. Это такой тоненький топ. Полупрозрачный за 33 доллара. Я бы его носила как какой-то нижний слой под что-то. Знаете, когда нужен какой-то вот нижний слой под сарафан, под пиджак надеть. Потому что он довольно прозрачный. С бежевым бельем нормально, в принципе. Можно вполне надеть. Ну вот я вам показываю примерно, что есть в магазине. Тоже много серо-черного. Но, кстати, в Манго, в отличие от других магазинов, много каких-то более таких, ну, цветных, скажем, вещей. И вот это пальто такое же, как бордовое, которое я буду примерять, только оно бежевого цвета. Там написано, что это шерсть. Но в нем, по-моему, 65% шерсти Virgin Wool. То есть, ну, девственной шерсти, я не знаю, как это сказать. При 15% обычной шерсти, то есть, получается почти 75%, больше 75%, остальное синтетика. Хороший состав. Очень мне оно понравилось. Посмотрим потом в примерочную. Я вам покажу. Оно действительно мне очень понравилось. Это пальто, фасон такой красивый. И вот эти платья лапша. Я решила тоже взять в примерочную именно бордовое. Решила попробовать. Вообще-то мне такие фасоны не очень подходят. Не для моей фигуры. Решила я попробовать все-таки, потому что я немножко скинула вес. И я решила попробовать взять такое платье лапша, примерить. Ну, увидим в примерочной. Сразу могу вам сказать, что, ну, в общем, пока мне еще все-таки не стоит, наверное, уже вообще никогда не стоит носить такие фасоны. Но вы увидите. Вот. Много, конечно, блестящего безумия, как сейчас перед праздниками везде. Миллион-миллион вещей с пайетками. Вы знаете, что интересно, что всегда на них находится покупатель. Каждый год. Несмотря на то, что мне кажется, что все уже люди закупились вот этими вот праздничными вещами. И, ну, сколько их надо? Ну, пару вещей в гардеробе. У меня их больше немножко, ну, потому что я любитель, конечно, большой. Вот даже вот в стразах, в камнях какие-то балетки. Много красных вещей. Это тоже признак Рождества и Нового года. Черное красивое пальто тоже, по-моему, было написано шерсть в нем примесь. Так вот, несмотря на то, что каждый год их продают в неимоверных количествах вещи праздничные на Новый год. И несмотря на то, что после Нового года, после Рождества их продают с невероятными скидками. Их можно купить очень дешево. Что я, как правило, и делаю. Я их покупаю только после уже праздников, потому что они становятся просто копеечные. Но, тем не менее, каждый год их продают. И каждый год их раскупают. Может быть, на селе, на распродаже, но раскупают. Вот почему я не взяла это палатье в примерочную. У него огромный вырез сзади на спине. И давайте уже перейдем в примерочную. Я вам буду показывать, что я принесла. Примерять будем обсуждать. Я наложила. Что вот это вот я показала, я не знаю, девочки. Я уже не помню. Это видео снимала какое-то время назад. Показываю себя. Туфли, пальто. Вещи, которые я принесла с собой. Вот вы видите. Платье, костюм и еще один такой бомбер. Потом покажу вам. Пальто там висит. Много бордового. Много трендов. Будем примерять. Вот пальто вот это, вот это платье я принесла. Накладываю я озвучку, потому что в манго всегда музыка невероятно гремит. В этот раз гремело просто, просто я чуть не оглохла. И, конечно, когда я записывала видео. Да, вот написано на костюме, что это шерсть. Вот этот вот топ с длинным рукавом под мею. Значит, когда я записывала видео, и потом я его, в принципе, уже залила в YouTube. И YouTube мне просто полностью, оно все красное. Потому что там буквально несколько минут есть видео, что музыка не перекрывает мой голос. Естественно, это авторские права. YouTube, конечно, банит рекламы, блочит такие видео и делает всякие там наказания. В общем, зачем мне это надо? Поэтому я накладываю озвучку. Я не люблю это делать, потому что я люблю в моменте, вот испытывая ощущение от вещи. И, как бы, находясь вот в этот момент, я люблю, вот я показываю себя, потом продолжу. На мне брошь винтажная, на пальто на лацкане. Так вот, я люблю в моменте, вот, испытывая какие-то эмоции по поводу вещи, вам рассказывать про них. А когда я потом накладываю озвучку, это не совсем так получается. Тем более, выглядит очень глупо, что я вот вам что-то такое говорю. А сейчас я вам скажу, что я вам говорю здесь. И теперь я догоняю, в общем, рассказываю, попытаюсь повторить то, что я говорила в примерочной. Показывая вот это над головой, я говорила, что у меня прическа такая вот зализанная. Но я, видимо, ее волосы распущу, потому что через пару примерок все они встанут дыбом. Так, на мне сегодня была белая юбка, по-моему, из Майс Мадутти. Я не уверена, если честно, не помню. Такая странная немножко в форме передника. Черный обычный топ. И украшение, это украшение винтажное, брошка была винтажная, а это нет. Это украшение компании Kendra Scott. Довольно известное в Штатах и в Канаде, может быть, Европе. Оно не очень известно. Довольно такой популярный, дорогой бренд. Я купила на распродаже, когда я была в Америке, такое красное и синее колье. Оно стоило долларов 15-20. Так-то, в принципе, Kendra Scott, вот такой кулон, стоит долларов 60-70. Но там был какой-то аутлет, там была распродажа, я вот его купила. И здесь я рассказываю, что я все время ношу, повторяюсь, очень часто одни и те же украшения. По той причине, что вы знаете, что у меня их очень-очень много. И они у меня все как бы не в совсем удобном доступе лежат. Поэтому я их ротирую. У меня ротация. То есть я достаю что-то, что я там поковыряюсь, поковыряюсь. Найду что-то, что я забыла, что мне нравится, что я вспомнила. И я их кладу поближе, чтобы мне было их легче найти. И поэтому остальные как-то у меня задвинуты. Поэтому я их все время ношу, одно и то же, одно и то же. Потому что это у меня близко лежит. Потом через какое-то время я меняю их. И начинаю носить что-то, что вытаскиваю из того, что лежало подальше. Вот это то, что я вам рассказывала. Итак, первая вещь – это сарафан. Кожзамный сарафан с такой немножко американской проймой. Поэтому мне не очень нравится мой топ с этим сарафаном. Потому что там такой вырез лодочка. И это не очень хорошо смотрится. Я его хочу потом примерить с этим под змею топом. Потому что у него немножко другая горловина. Такое легкое горлышко. И мне кажется, что это будет выглядеть лучше. Хотя, конечно, змея с кожей, с кожзамом – это может быть не… Ну, посмотрим. Видите, вот там получается, что у меня вырез лодочкой. Вот здесь вот не очень как-то это красиво вместе сочетается. Вместе с проймой на сарафане. Вот. Поэтому, в принципе, надо с чем-то другим это носить. Мой мне нравится этот сарафан. Он ничего, такой симпатичный. Ну, модный сейчас, да. И вся вот эта расцветка, и кожа вот это все. Ну, боже мой, кожа вошла, по-моему, кожзам вошел в моду. Уже много-много лет назад, и с тех пор он из нее не выходил, по-моему. Просто становится больше трендовый, меньше трендовый. В общем, понравился мне этот сарафан. Единственное, что мне не нравится с моими туфлями. Я считаю, что лучше бы он выглядел с какими-то высокими сапогами. Вот как-то так. Ну, может быть, с какими-то грубыми ботинками. Но не вот такие вот элегантные туфли на каблуке. Мне кажется, что это выглядит не очень. Потому что, ну, какое-то, знаете, такое странное сочетание. Такой какой-то рок-н-ролльный сарафан. И вот такие вот туфельки-зовушки. Знаете, как-то это не совсем так. Но примеряюсь с тем, что есть. Повторюсь, если у меня кто-то новенький не знает. У меня очень маленький размер ноги. 35-й в магазине очень редко бывает обувь моего размера. Поэтому я не могу взять в примерочную никакую обувь другую. И примеряю в том, в чем я есть. Примерила я этот сарафан с этим топом. Под змею. И я хочу сказать, что мне это нравится больше, чем с моим черным свитером, к которому я пришла. Да, как-то вот все-таки пройма сарафана больше подходит к таким вот вещам. Таким гольфом. Типа, знаете, как горло хорошо. И сам рукав, в принципе, выглядит неплохо. Да, возможно, это какой-то перебор с, скажем так, с историей с кожей и змеей. Анималистичных. Анималистичные мотивы. Может быть, это слишком много. Но, вы знаете, я хочу сказать, что вот этот свитерок под змею, он не такой неяркий, выраженная змея. Поэтому мне кажется, что совсем неплохо. Так, сарафан был размер medium. Стоит он 130 долларов. И это, конечно, дорого для такого сарафана. С кожзамы, потому что, ну, дорого. Но 40% скидка вот была на тот момент в магазине. И на Black Friday, видимо, будут какие-то распродажи. Так что, в принципе, цена будет получше. Значит, видите, вот я показываю, что это medium. Medium это американский шестой. И английский UK это десятый. Вот. И, в принципе, неплохой, но, конечно, цена дороговато. Для такой вещи трендовой, которую вы, может быть, поносите какое-то время и недолго будете носить. Это не вещь на годы, на века. Вот это я показываю американская пройма. Сзади замок. Он идет на замке. И, видите, сзади он сшит из кусочков. И по бокам, и снизу. А спереди он как бы единым таким полотном. Но есть выточки, что, кстати, хорошо. И, ну, такая вот симпатичная, блестящая кожа. Следующая вещь, которую я примеряю, это костюм. Сразу скажу, что по отдельности брюки и пиджак мне нравились больше. Брюки были на манекене в витрине. И мне они понравились на манекене в витрине. Но мне они не нравятся. На мне особенно вместе с этим пиджаком. Это прям такой профсоюзный работник из каких-то 80-х годов. Не знаю. Такой фасон, знаете, он, мне кажется, не очень современный жакет. Или что? Ну, вот почему-то вместе мне они не нравятся. Эти вещи, может быть, на мне. Может быть, на мне это не совсем хорошо лежит. Брюки немножко длинноватые. На манекене я видела, они такие немножко коротенькие, такие подстреленные, знаете. А на мне они длинные. И вот как-то вместе вот классические брюки очень классического фасона пиджак. Прямо очень классического фасона. Может быть, надо было размер там какой-нибудь экстра-лардж, чтобы он был такой оверсайз. Но, по-моему, он не предполагается быть оверсайзом, этот пиджак. Мне он кажется прямо, знаете, ну, совершенно такой обычный. Очень такой, знаете, ну, на века. Вот это вот вещь на века. Если вы его купите, то вы сможете его носить. И 20 лет назад можно было его носить. И через 20 лет назад, наверное, этот костюм можно будет носить. Он просто не модный, не трендовый. Но, в принципе, в нем вполне можно ходить. Если вы как бы не хотите часто покупать вещи, а хотите, чтобы вот, ну, как бы вот купила и ходить. В принципе, он и в моду не вошел, и не выйдет из мода, скорее всего. Классическая вещь. Такая классика, классика. Но немножко такая от нее, мне кажется, немножко такая нафталиновая, так скажем. Да, опять же, мое мнение. Опять же, возможно, это на мне. Может быть, моему типу фигуры, моей внешности, он так выглядит не очень как-то. Ну, не то, что не очень, скучный. Скучный такой классический костюм для работника офиса. И, в общем, как-то мне не очень понравилось. Поэтому я решила снять жакет и посмотреть, как выглядят брюки просто стопом. Вот как-то лучше, правда? Когда это не костюм, мне кажется, что как-то посимпатичнее. Ну, не так строго, не так по-деловому, по-офисному. Ну, это, безусловно, офисная вещь, конечно же. Ну, и теперь я решила примерить вот это пальто на платье лапша, которое я примеряла до того, как примеряла пальто. И произошла невероятная какая-то вещь техническая. Технический сбой, но я не могу найти видео. Вот этот кусок, который я записывала, когда примеряла платье лапша. Не то я его стерла, не то оно куда-то пропало. В общем, скорее всего, наверное, я случайно его стерла, потому что я очистила телефон и, наверное, каким-то образом по ошибке. Очень жаль. Хочу вам сразу сказать, что лапша сидела на мне плохо, потому что все-таки мне еще такие вещи, как платье лапша, носить нельзя. Не совсем у меня фигура подходящая. Платье симпатичное, но для девочек, у которых нет живота и нету... Ну, в общем, не очень много выпуклых частей тела, поэтому вот так. Поэтому не специально я его стерла. Вы же знаете, я все показываю. Даже если на мне что-то плохо сидит, то я все равно это показываю. Тем более, что все дело уж не так уж прям совсем плохо, но не очень. Все, давайте с платьем закроем. Я потом покажу его цену, но давайте перейдем к пальто. Пальто мне очень понравился его фасон. Безумно понравился его фасон. Как вы видели в предыдущем куске, его можно носить без пояса. Можно носить с поясом. Мне с поясом даже меньше нравится, чем без. В нем есть какой-то такой вайп 40-х, 50-х годов. Оно очень красиво лежит по фигуре, очень красиво облегает. Воротник довольно интересный, необычный. Но его можно вот так вот застегнуть. Хотя я с трудом немножко запуталась, как его вот так вот можно вывернуть, развернуть. Как-то не очень хорошо он сидит. Поэтому мне больше нравится, когда воротник расстегнут. Если у вас, вы хотите прикрыть себе шею и грудь, то можно надеть какой-то красивый платок. И, в общем, будет все нормально. Ну, если уж очень захочется, очень замерзнете, то можно его застегнуть вот так вот. Сверху есть пуговица. И это выглядит очень симпатично. Пальто. Значит, стоила цена его... Сейчас подождите, я вам покажу. Сначала я, наверное, рассказывала о том, как оно мне нравится. Оно мне действительно очень понравится. Оно бесподобно красиво сидит. У него в составе, как я уже сказала, здесь очень плохо видно. 65% написано, что virgin wool. То есть девственная шерсть. Virgin wool, я не знаю по-английски, я не знаю, как это по-русски перевести. 15% обычной шерсти. То есть получается больше 75% шерсти. Все остальное синтетика, подкладка, по-моему, вискоза. Видите, есть внутри пуговица, вот на которую застегивается оно внутри. И вторая пуговица, на которой застегивается оно сверху. И оно очень женственное, очень красиво облегает. Очень красиво лежит по фигуре. Стоит 380 долларов. Это довольно дорого для даже такой 75% шерстяной вещи. Но если учесть, что на него 40% скидка, то в принципе цена вполне приемлемая. Примеряла я размер смол. Оно не маленькое, оно довольно такое, ну, прилично большое. Вы видели, смол я примеряла. Оно хорошо так на мне сидело, плотненько, но не жало. Нет, ни в коем случае. Видите, вот здесь есть вот эта этикетка, мантеку, итальянская шерсть, итальянская шерстяная ткань. Те же самые вот эти мантеку вешают на заровские вещи, которых 75% шерсти на пальто. И вот в манго вот та же самая итальянская шерсть, из нее же они и шьют. Значит, на мне, в принципе, было шерстяное платье, ну, такое вязаное платье внизу надето. То есть не тоненькая кофточка какая-то. И оно сидело на мне довольно симпатично. В общем, из всех вещей мне очень-очень понравилось, больше всего мне понравилось это пальто. Действительно такой вайп 40-х, 50-х, и при этом женственно, красиво лежит по фигуре. Хорошая длина, хорошая ткань, хорошая расцветка. И я, глядя сейчас на этикетку, вижу, что у него очень большой разброс от экстра-экстра смол до экстра-экстра ларч. Это, в общем, очень хорошо, большой разброс в размерах. Глядя, опять же, сейчас на видео, сейчас я понимаю, что у меня еще исчез кусок, где я вам показывала жакет, пиджак этот и брюки, цену, состав и так далее. Девочки, простите меня, видео снимала еще до отпуска, потом уехала в отпуск, сейчас стала монтировать, залила его в YouTube. В YouTube мне написал, что он не будет монетизироваться, что все в нем, в общем, сплошной этот копирайт. И я стала его переделывать, стерла, стала переделывать и обнаружила, что у меня пропали многие куски. Очень странно, не знаю почему, простите, пожалуйста, вот так получилась какая-то странная история. В общем, я не нашла ни примерку платья, ни тот кусок видео, где я вам показываю цену и состав жакета. И, наверное, вот этого вот под змею свитерка. В общем, что-то у меня все, какая-то, какая-то произошла накладка. Ну и вот показываю цену и размер этого платья, хотя примерку вы, к сожалению, не видели, но представьте себе платье лапша, которое очень облегает фигуру, под него нужна действительно идеальная фигура. Так, нашла цену в евро 29.99, у нас оно стоит 75.99, это был размер large. Состав в нем довольно много вискозы и немножко синтетики, но состав меня удивил, я запомнила это, потому что в нем процентов 80, наверное, вискозы, что, в общем-то, хорошо и удивительно. Вот, но вот цены, как вы видите, вот наши 80, это европейские 29. Это такое любимое у меня сейчас развлечение в манго, я разглядываю их этикетки, пытаюсь через нашу этикетку видеть, сколько это стоит евро, и это меня всегда, конечно, очень удивляет. Ну, и последняя вещь, которую я примеряю, это кардиган или, скажем так, бомбер, он больше похож на бомбер, он сделан из очень такой плотной буклированной ткани, но это такой буклированный трикотаж. Я хочу сказать, что он довольно симпатично выглядит, я примерила его с моей белой юбкой, мне кажется, что белый с синим сочетается неплохо, хотя немножко такая морская тематика, да, вот. Но мне он очень понравился, действительно, и единственное, что у него цена тоже какая-то дурно дорогая, я не знаю, зачем они так долго за него хотят, вот, но, в принципе, он неплохой. Но, опять же, эта вещь такая, так скажем, верхняя, потому что носить его под пальто невозможно, он очень толстый, это скорее как верхняя куртка. Опять же, повторюсь, у нас очень мало сезона есть на такие вещи, и поэтому вот, особенно за ту цену, которую они хотят, если вам, у вас ничего такого нету и вам очень надо, то да, а если у вас есть какие-то вещи, какие-то уже такие, скажем, на демисезонный переходный период вот такие вот курточки, то, ну, можно, конечно, если, опять же, будет скидка большая, то вполне неплохо смотрится, он симпатично. И на ощупь приятный, выглядит неплохо, и, в общем, такая расцветка, знаете, такая элегантная, вот эта вот белая полоса придает ему такого шика какой-то элегантности. Мне кажется, что совсем-совсем неплохо. Значит, сколько же он стоил? Тут я, по-моему, показываю. Да, вот эта ткань, видите, что это такой интересный трикотажный, трикотажный буклет, да, как-то такой странный, странный интересный ткань, редко встречающийся. Твит даже такой трикотажный, я бы сказала. Сделан он хорошо, аккуратненько, пуговички очень неплохие, симпатичные такие, с львами, с тиграми, с львами, с львами. Стоит он 160 долларов, ну, как бы, дороговато, мне кажется, для такой вещи. Состав, по-моему, синтетический в нем. И, опять же, если вот на скидке, тогда, да, вот я пытаюсь разглядеть, по-моему, в евро он 60 долларов, вот там написано, да, 59,99, то 60 евро и 160 наших, вот так вот, на сотню бобах прибавили, да, ну, что поделать. Вот такой вот жакетик, бомбер, я бы сказала. В принципе, мне он понравился. Так, процедура прощания, девочки. Палец большой показываю на пальто, которое мне понравилось больше всего из всех вещей. Костюм мне не очень понравился. Платье симпатичное, но не для меня. Бомбер неплохой, но дороговат. И кожаный сарафанчик, ну, если вы любите такие вещи, если у вас ничего такого подобного нет, и вам хочется что-то интересное поразлить. Опять же, он был не дешевый, поэтому только на скидке. Ну, в общем, вот такое у нас сегодня видео. Очень прошу меня великодушно простить за сбой накладки. Получилось, что у меня несколько видео пропало, я их не могу найти. А на сегодня все. С вами была Дита. Всех любит. Целую. Пока. Бай-бай.